А раз речь зашла про господина Плохотнюка, как вам удалось с ним договориться в апреле 2009 года, чтобы, потому что это решал господин Плохотнюк, выход Мариана Лупу из партии коммунистов. А почему так уверенно? А потому что я так предполагаю, мои источники говорят, что господин Дьяков пошел к господину Плохотнюку и вопрос решился, пришел господин Лупу в демократическую партию и добавил сколько, 8% по-моему. Нет, я разговаривал с господином Лупу первый раз на эту тему на второй и третий день после 7 апреля, вот когда он переместился из здания в парламент, в этот офис парламента. И я сказал, что, Мариан Ильич, тебе надо думать о том, как уходить из партии коммунистов, потому что, судя по некоторым заявлениям, которые звучали со стороны Воронина, вот, я с Марианом Ильичем разговаривал 30-40 раз, как минимум. В тот период? Вот, и мы в тот период, и мы часто, и встречались у меня дома, и встречались у него в офисе, и встречались еще где-то там, вот, и разговаривали. Господин Плохотнюк появился уже после выборов досрочных в 2009 году. Он тогда появился, он каким-то образом, может быть, помогал, я не совсем в курсе, помогал в ходе выборов, в сентябрьских, да, у нас были? Выборы были 27 июля, потом были в октябре. А уход Мариана Ильича нельзя связывать с Плохотнюком. Более того, я впервые скажу, я разговаривал с господином Воронином на эту тему, вот, я просил не создавать искусственные проблемы из-за этого, вот, и господин Воронин отреагировал очень бурно, по-началу, а потом посидели, выпили по чашке кофе, вот, и он говорит, ну, ладно, черт с вами там, типа такое. Но обиделся? Он потом обиделся, потом что-то обиделся. Когда набрал 40 мандатов вместо 60? Да, он набрал меньше мандатов, он хотел там, помните, был разговор, давайте, давайте, там, изберем президента, председателя парламента и так далее. Я сказал, говорю, идите разговаривайте с господином Воронином. То есть, господин Плохотнюк здесь не при чем? Не участвовал. И деньги тогда никому не платили? Я с ним не разговаривал по поводу избрания, прихода господина Воронином в Демпартии. Говорил я и господин Воронин. Более того, вот, Нанто и Серебрян были первыми заместителями, председателями для партии, и они в день, когда я провел пресс-конференцию и объявил о том, что я приглашаю господина Лупу, они пришли ко мне и немножко с претензиями. Почему вы не согласовали, почему вы с нами не обсудили? Я говорю, ребята, я предложил господину Лупу прийти в Демократическую партию вместо меня, а не вместо вас. Вы как были, так и остаетесь. Ну и мы, так сказать, вот после такой... А господин Плахотнюш финансировал тогда избирательную кампанию? Ну я не знаю, я был уже... Вы были председателем партии и не знаете. Я был почетным председателем партии, я не участвовал, намеренно не участвовал ни в каких разговорах по поводу финансирования и так далее. Это не забота. А за переход господина Лупу никому деньги не платили? Я клянусь. Потому что... Я клянусь, что не платили ни копейки, и вообще разговора не было на эту тему. Ни господину Лупу, ни господину Воронину, никому. Никто, никто. А впоследствии за переход 14 депутатов там уже... Ну это уже другая эпоха. Как другая эпоха? Это та же эпоха, та же эпоха.